всем привет друзья с вами как всегда александр гуртовой и руслана также с нами еще находятся мои родители идут позади нас напоминаю что мы находимся в объединенных арабских эмиратов городе дубай прямо сейчас мы направляемся на остановку точнее на остановку а от нашего отеля бесплатно возят на пляж аль-мамзар сегодня мы планируем провести полдня как минимум там поэтому будем сейчас идти на наш автобус ехать на пляж покажем что есть интересного на этом пляже прошлый раз кто не смотрел видео мы были на пляже джумейра это центральный пляж если вы не смотрели обязательно посмотрите это видео где-то здесь вот по моему автобус смотрите аль-мамзар бич от отеля city max будем сейчас садиться в этот автобус ехать на пляж поэтому друзья заранее поставьте лайк и всем приятного просмотра направляемся на пляж все друзья приехали мы уже на пляж аль-мамзар кстати вход сюда платный и мы заплатили 5 дирхам с одного человека это примерно 1 доллар и 35 центов кстати здесь помимо пляжа вот можете наблюдать есть еще парк написано аль-мамзар парк то есть тут можно еще прогуляться в парке кстати есть тенек очень хорошее такое место для прогулки в принципе время провести можно сейчас будем искать сам пляж и купаться загорать развлекался кстати мои родители поехали обратно в отель потому что они очень сильно обгорели прошлый раз когда мы были на джумейре и они приехали сюда почувствовали эту всю жару и поняли что делать им здесь нечего поэтому они все-таки пошли обратно на автобус и сказали что мы будем отдыхать в отеле потому что мы очень сгорели а для нас как бы в нашем возрасте это уже тяжело переносить папы прямо красная голова полностью он прошлый раз до последнего не хотел надевать кепку но все-таки ее надел уже когда обгорел так что пошли мы на пляж покажем пляж в принципе вот смотрите очень красиво все сделано нам кстати не говорили что вход сюда платный а мы потом узнали уже хорошо хоть 5 дирхам да там а это чисто символическая плата можно сказать за уборку так мы будем искать пляж и купаться непонятно где пляж большая территория сейчас попробуем найти нашли мы уже вход к пляжу что самое интересное пляж называется аль мамзар но на входе было написано аль мамзар парк а тут смотрите на вывеске написано мурьян бич то есть пляж называется по-другому мурьян бич и вот такой вот пляж начинается смотрите принципе чистенький пляж есть даже пару зонтиков смотри даже зонтики если ты говорила что нету зонтиков ну можно даже под зонтиком лечь чтобы не сгореть как на джумейре сейчас будем искать уютное для нас место ветра нету просто идеально да ну с одной стороны это хорошо с другой стороны плохо да потому что всегда когда мы снимаем для вас видео начинает дуть ветер и вы нас не можете нормально слышать а с другой стороны нам уже жарко тут стоит сейчас еще попробуем какая вода просто прошлый раз а это не такие зонтики может не разрешить от темы смотри люди берут можем спросить можем спросить но мне кажется это такие же зонтики и они бесплатные да сейчас попробуем какая вода в прошлый раз была в принципе не горячая и не холодная такая средней температуры мне кажется будет в этот раз такая же поэтому сейчас еще узнаем за зонтики будем располагаться расположились мы друзья почти возле моря возле персидского залива кстати смотрите какое у нас ржачное полотенце мое детское полотенце надо срочно сейчас мазаться кремом потому что уже начинаем подгорать только разделись прошло пару минут и я уже чувствую как я говорю я хочу сразу же пойти сполоснуться прямо сейчас потому что я уже так запарился все это капец руслана вот смазывается маселком да это кстати хорошее масло мы взяли в этот раз с пантенолом и 45 это максимальная сколько по моему 50 50 ну 45 я думаю это будет идеально короче будем сейчас мазаться идти купаться она водостойкая надеюсь не смоется и мы не сгорим очередной раз эти погода на данный момент нам напоминает как мы были прошлым летом шарджа когда мы просто потели и были у нас было конкретное точнее обезвоживание мы не знали куда пойти что делать это был конкретный ужас так ну шо и меня намажешь да будет русла намазать меня и будем идти купаться кстати арабы говорят что этот залив называется не персидский арабский они говорят и доказывают что на карте написано неправильно и типа обижаются когда на их не море называет персидский залив а не арабский так что пойдем купаться в арабский залив друзья пока мы мазали с кремом для загара камера у меня просто капец как нагрелась и и положу на полотенце чтобы она полежала минут 5 я сейчас взял руки она прямо стала раскаленная водичка хорошая да просто идеально холоднее на джумейре а мне наоборот тут сейчас еще мелко сейчас зайдем ты же видишь тут мелко очень можете наблюдать что очень мелкий пляж сейчас попробуем зайти дальше чем дальше заходишь тем намного прохладнее до ныряй давай что у тебя трусы заживались в жопу не мог поправить росланы трусы заживались будет писать комментариях опять и гуртового шуточки дебильные да то трусы заживались то еще что-то да а ну давайте друзья на напишите как можно больше комментариев а я почитаю что вам не нравится в моих влогах я знаю что вы любите писать что мне нравится больше чем что нравится потому напишите хотя бы что-то мы будем благодарны а сейчас будем нырять там кстати он в одежде купаются даже может и тебя оденет не хочешь кстати хоть это и дубай но за вещами я думаю тоже надо присматривать потому что здесь туристы с разных стран и все-таки стремновато хотя кто-то мне когда-то писал комментариях что мол то что вы переживаете за вещи это ж дуба никто их не украдет и все будет круто так что такое ты переживаешь за вещь нет но значит нырять тогда а пока ты нырнешь твоих вещей уже не будет кстати смотрите позади видно этот парк зря родители не захотели идти лучше бы не в парке посидели бы в парке если они не хотели загорелось они думали что тут только пляж явно зачем мы будем платить за вход если все равно купаться не будем да ну короче родители я знаю что вы смотрите это видео сейчас тоже уже в украине и что вам хочу сказать надо было с вами все такие тип друзья это капец мы находимся на пляже уже примерно минут 30 или 40 и мы уже настолько тут упарились что вода окажется просто как горячее молоко невозможно охладиться зонтики как вы видите бесплатная вдалеке в аренду мы не брали потому что нету смысла мы тут долго задерживаться не планируем я думаю максимум мы будем здесь еще часик руслана ты охлаждаешься у меня такое чувство что это вода не охлаждает капец друзья как тут люди вообще купаются летом когда примерно 47 50 я вот честно говоря не помню я не понимаю как мы вообще с русланой в прошлом году умудрились прилететь шарджу когда тут было 45 47 и 50 на солнце кстати что самое интересное этот пляж находится недалеко от шарджи если вы смотрели видео шарджи то я думаю вы заметили что этот пляж очень сильно напоминает шарджу вот там прямо за этими пальмами машине наблюдать дома вот в той стороне уже находится шарджа шарджи честно говоря намного скучнее скажем так скучнее не интересно там как-то все просто это вообще самый строгий эмират там даже если вот руслана ходила в какой-то открытой кофте маечки или там в юбке на нее все так смотрели индусы всегда глазели как ненормальная как будто девушку первый раз жизни увидели но там именно строго порядок с этим все девушки женщины ходят в паранже в дубае как-то попроще с этим здесь есть даже магазинах отдельный отдел где можно купить мясо и сало хотя хотя эти отделы специально огорожены написано вывеска что мясо мясо не для мусульман и то есть нельзя чтобы и мусульмане даже не видели это мясо и туристы заходят покупают кушать те кто любят сало и мясо также здесь еще можно купить спокойно алкоголь у нас в отеле например можно купить бутылку рома виски пиво это все без проблем шарджа с этим конечно было все пожестче да чтобы купить какой-то алкоголь шарджа нужно было ехать в дубай покупать в дубае а потом пить только в номере в отеле чтобы там не видели это все дело по двойной оплате то есть он сгонял бы на тачке в дубай купил бы нам какую-то выпивки по двойному тарифу привез бы чтобы мы выпили ну а он бы привез за 20 потому что ему надо было потратить деньги на бензин как минимум туда назад время и так далее короче друзья не знаю сколько мы тут еще будем находиться в принципе можно находиться но настолько жарко что долго я думаю не задержимся на вечер мы кстати планируем все таки покататься на дубайском метро честно говоря нам оно не нужно мы тут передвигаемся на убери все время но нам посоветовали что это как экскурсионный тур такой проехаться по дубайскому метро очень красивый вид из окна и это метро кстати здесь без водителей то есть она полностью автоматизированная вот руслан а улет единственное в мире просто заходишь вагон и она сама двигается нету водителя 20 дирхам безлимитный проезд до примерно 5 долларов стоит безлимитный проезд на целый день можно купить эту карточку что скорее всего мы и сделаем да и поедем еще возможно на дубай марину это тоже очень богатый мажорный район где строится отель и новострой дома короче там каналы очень интересная красивая по фото я надеюсь что мы это все найдем и покажем вам потому что нам обещали может вы смотрели предыдущие видео что нас повозят по этим местам когда мы ехали в офис застройщиком бесплатный рекламный был тур у нас маркетинговый но нам это ничего не показали поэтому придется уже самоходом самим как-то это все искать смотреть ну и делиться соответственно с вами ну и настало время для самого основного это фотосессия русланы на берегу персидского залива потому что без фоток и инстаграма просто невозможно провести никакой отдых поэтому обязательно зайдите по ссылочке в описании подпишитесь на русlana instagram и пролайкать ее также пролайкайте меня и подпишитесь на меня буду вам очень благодарен руслана уже позирует да вот где-то такие фотки там будут вот примерно отсюда я буду тебя фоткать так что если хотите посмотреть обязательно подпишитесь и пролайкать а я буду сейчас фоткать руслану Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Не понравился, язык заплетается, не могу уже говорить, потому что во рту все пересохло, и у нас закончилась вода. Так что обязательно поддержите нас лайком, напишите комментарий и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее интересное видео с Дубая. Нажмите на колокольчик, чтобы и вам пришло уведомление. И совсем скоро уже с вами увидимся вновь, так что до скорых встреч, пока. Пока. Руслана, уже все. Напарилась. Истощилась и обезбожилась. Все, пока.